был в соседней, бросила грудью на стол. Сухановый отец это рассказывал так очень уважительно. Как-то не странно, но у нас установился такие взаимоотношения, это будет парадоксально, конечно, сказано, но никогда я не обращался к нему по имени и отчеству. Отношения у нас были, он меня называл товарища Суханова, я его называл товарища Маленкова. У Маленкова семья была сплоченная. Жена Валерия Алексеевна, она и в партии раньше, чем Маленкова была, она была директором энергического института, поэтому самому Маленкову это большая помощь, когда жена имеет большую эрудицию и может подсказать, дать тот или иной совет. Мать, к сожалению, была очень больна. У матери был Паркинсон, и отец почти никому не доверял за ней ухаживать. Я такой больше любви вообще не видел, ни у кого, как у отца с матерью. Был у него два сына, Андрей и Егор, но они были маленькие еще. Дочь Воля, которая вышла замуж за Шамберга, за еврея. Шамберг был заместителем у Маленкова по работе. Вот. И в связи с тем, что вот такие вот пошли слухи, недоброжелательные по отношению к евреям, Маленков даже принял меры, чтобы развести ее, развели, и она вышла за другого замуж. Нет, это страшнейшая чушь просто. Значит, тут какая вещь. Ну, во-первых, моя дочь, то есть моя, так сказать, сестра, она человек вообще не такой, которую можно вообще что-нибудь заставить. Вообще просто. Это исключается. Вот. И у нас, я вам сейчас это... Значит, она вышла замуж за него вопреки воле родителей. Это действительно так. Они не хотели этого брака. Ну, во-первых, это был очень ранний брак. Ей было 18 лет. Вот. Вот. Но когда брак свершился, они жили у нас, и было все очень... Так сказать. Тут вообще, это в семье так у нас... Какие бы мы там безумства в личной жизни не совершали, у меня их, например, было очень много, то когда это свершалось, то все. Вот. А разошлись они по совершенно внутренним, интимным, так сказать, причинам. Просто, ну вот, не получилось у них. Я немножко хочу... Ну, давай, давай. Вот так. Знаю, Санна. Член партии с 1918 года. Это значит, сколько я уже... Во время войны была блокирована в Маграде. Находилась с Андреем Александровичем. Поэтому делила с ним все эти трудные годы. Ну, что ты скажешь? Рехали в Тверь. А это когда? А это она начинает историю уже еще... Я так далеко, забыла. Забыла, конечно. Ну, мы тебя обременять не будем, ты не утомляй себя. Вот. Да, жизнь я забыла. Довольна. Рожитой. Рожитой. Рожитой, да. Всеми трудностями и горстями, и радостями. Многое я знаю от Зинаи Александровны. Потому что, конечно, с ней и отец делился полнее, чем с детьми, с молодежью. Да и понятно, что мы, народ темпераментный и болтливый, могли понимать, что-то и разболтать. А здесь уже было твердо. Вот так. Так что многое я знаю, очень многое знаю от Зинаи Александровны. Так что старая большевичка, настоящая коммунистка. В связи с тем, что Светлана была женой Юрия Жданова, Жданов приблизился к нему по этому поводу. Отношение у него было более доброжелательное. Какой-то был все-таки обособленный деятель Жданов. Светлана была у него любимая. И когда у нее была, по-моему, связь с каким-то даже кинорежиссером, он велел прервать, она путалась в своих связях. Когда умер Сталин, Светлана была у меня. Мне поручили поговорить с ней, чтобы она приняла персональную пенсию. Она отказалась от персональной пенсии. Не буду, я получаю это дело. Вот такая. Значит, она, по сути дела, по характеру имела какой-то отзвук сталинский. Я присутствовал почти на всех заседаниях секретариата ЦК. Через меня проходил весь учет назначений. Перемещений. Я мог предложить кандидатуру. Положить на стол, скажем, 10 папок, 10 дел личных. Или отвезти, да, или не отвезти. Или задержать назначение. У меня была персональная машина со спецбудками, как у секретарей ЦК. Весь вот будок зажигался зеленый свет. Зеленая волна, так и называлась. Без задержки. Милиция уже знала, что идет такая машина. Едет секретарь или такой работник, который пользуется таким вот правом. Я проезжал в Крым без досмотра, где я ехал на машине. По моему звонку я мог пропустить любого без пропуска. Вот я таким правом пользовался. В 1934 году аппарат Центрального комитета главное направление сосредоточил на кадровой идеологической работе. В аппарате большое влияние осуществлял Каганович, Ежов. Была установлена система обязательной справки органов НКВД на порядок назначения того или иного работника состава номенклатуры ЦК. Без справки не могли утвердить человека. Нет замечаний проходить. Если есть замечания, значит им занимаются уже органы. Но это не к делу. В этом же отделе существовал архивы личных дел. На каждого работника, входящего в состав номенклатуры ЦК, было заведено личное дело. И этим архивом пользовался аппарат при подборе на должность, вплоть до секретаря, обкома, крайкома, ЦК Компартии Советской Республики и для самого аппарата ЦК. Тут характерно следующее. В 1936 году, когда происходил уже новый обмен партийных документов, Ежов именно применил метод биологического подхода к кадрам. Что это означает? Вот это себе.